Здравствуйте, друзья! Живу в Сибири, в Хакасии. Сегодня я вам хочу показать томаты, которые растут в парниках. То есть, как они растут и развиваются. Друзья, многие показывают томаты, уже собирают урожай ящиками. Но не забываем, что я живу в сибирском регионе, и у меня всё позже. Это во-первых. А во-вторых, я в этом сезоне сеяла все томаты на 12 дней позже, то есть, 12 марта. Ранее я сажала для парников и теплиц 1 марта. Поэтому всё так у меня и получается. Ну и так, кемериец. Кемериец, я сейчас вам даже покажу, как он растёт в сравнении. Это в парнике, кстати, сорт от коллекционеров. И не забываем, что это не кемеровец, а кемериец. Сейчас томаты стали уже поспевать. Я думаю, что он прямо неплохой. Мне пока нравится. На этом томате была тоже вершинная гниль. Ну, абсолютно мало, незначительно. Наверное, две помидорки. И всё. Вот этот кемериец растёт в открытом грунте. И посмотрите, он в два раза меньше кемериеца, который растёт в парнике. Томаты у него тоже есть, завязались. Я листья не обрывала, поэтому показывать сложно. Но точно томаты есть. Но они, опять же, не спеют ещё. Там видела один, начинает окрашиваться. Ну, в общем, вот так вам в сравнении показываю. Таки в парнике растут томаты лучше. И не только лучше, чем в открытом грунте. Они растут лучше, чем в теплице. А вот так выглядит кабаняка. Такие огромные томаты. По сравнению с рукой даже вот. Вообще огромнейшие. Но это только понизу. Вверх идём вверх. Здесь тоже томаты есть. И причём вверху много томатов. Понизу там всего три, по-моему, больших, крупных. А поверху много. Но они ещё даже не налились. Дальше у нас идёт данка. Я уже много раз показывала, рассказывала про данка. И я собирала с него томаты уже. Ну, штук, я не знаю, вот с этого с куста. Здесь он как-то вперёд стал окрашиваться. Но штук десять томатов уже собрано. И ещё он весь в томатах. Данка. Это от фирмы Агрос. А кабаняка вам показывала. Вот вернусь. По-моему, фирма Семена Алтая. Итак, самое лучшее. Это тоже Семена Алтая. Вот так он завязался. И вяжется до самого верха. И я думаю, у нас август будет тёплый стоять. Они ещё успеют вырасти. Вот сюда пошли ветки. И они все с помидорками. Дальше у нас идёт Етина мать. Етина мать тоже от фирмы Семена Алтая. Так, смотрим. Они начинают уже поспевать. Один вообще спелый. Можно даже и делать полный обзор. Тестировать его. Ну, помидорок вы видите много. Я думаю, что томат хороший. Просто я его не пробовала на вкус. Возможно, он на вкус не очень хороший. Дальше я всегда вам рассказываю про вельможу. У меня все здесь томаты по два кустика. Только впереди кемериец и кабаньяка по одному растению. Вот посмотрите. Какая вельможа. Ну, вообще, просто замечательная. Замечательная. Кто со мной на канале, тот видел, что я жаловалась, что очень много вершинки. Сейчас вроде стало неплохо. Я, ну, я не знаю, по-моему, я ни одного томата не убрала с вельможи. Не было никакой вершинки там. Вон, там еще томаты. Туда мне, конечно, надо залазить полностью в парник, чтобы все показать. Но можно судить вот по этому томату. Вы видите, что помидор много. И они вот, смотрите, там тоже в листьях еще помидоры есть. Так что вельможу всем рекомендую. Сладкий, вкусный, мясистый. И причем урожайный и неприхотливый. Гора Афон. Гора Афон это от коллекционеров. И я не знаю ее фирмы. Возможно, есть в магазине в продаже. Я даже не знаю, в свободной продаже есть ли он. Но вот у меня от коллекционеров. И смотрите. И тоже, я думала, здесь мало будет этих томатов. Вот сразу убираю, как всегда, эти пасынки. Но томаты вяжутся и вверху. И думаю, что Гора Афон хороший сорт. Там тоже помидорки есть на другом кустике. Я еще раз говорю, мне туда неудобно залезть. Вот это в одном рассаднике. Сейчас я вам покажу, какие томаты в другом рассаднике. В этом рассаднике у нас, значит, внизу, как бы в ямке, наложен навоз. А во втором парнике, сейчас подойдем, вот этот второй парник или первый, смотря откуда считать, навоза нет. Там, я вам все время показывала, что вот такая труба, через которую идет воздух теплый и проходит понизу. Вот этим парник и обогревался, друзья. Итак, здесь у нас суровые дыни немцев по Волжии. Меня как-то спрашивали, покажите, как растет у вас этот томат. Ну, как растет? Вот так он растет. Смотрите, какие у него, значит, кисти. Кисти переходят. Вот даже не стала отрывать, чтобы вам показать. Кисть переходит в ветку. Ну, что за безобразие. У меня и на других бывало так, в помидорах, но не так часто. А вот суровая дыня по Волжии, немцев по Волжии, томаты есть. И там дальше есть томаты. Еще не спеют, но есть. Там тоже второй кустик. И понимаете, вот прямо то же самое. Вот я там обламывала. Вот, видите, я уже там обламывала. Тоже переходит почему-то. Вот там тоже переходит просто в ствол, в стебель. Ну, понизу хорошие там томаты. Вон, внизу, видите. Ну, вот так как-то растет. Не знаю, может, это у меня так растет. Не очень. Не очень я скажу, как растет. Здесь такие помидорки хорошие наливаются, сердечки. Как будто мы немножечко приплюснутые. Вкусом я думаю, что он будет очень хороший. Ну, вот такая у него история. Дальше мы смотрим. Это у меня кумбель. Какие огромные томаты. Такие огромные. У меня рука большая. А здесь, вон, какие огромные. Здесь, внизу, три томата. Все томаты большие. Дальше уже они пошли поменьше. Ну, часть, конечно, у нас была погода жаркая. Завязи отвалилась. А ну, здесь еще, посмотрите, сколько томатов. Томаты хорошие. Хорошие. Это называется, еще раз говорю, кумбель. Дальше у нас лопатинские. Мне посоветовали подписчики эти томаты. Какие они тоже большие, хорошие. Вот. Прям такая кисть замечательная. И дальше идут, вот. Видите? И дальше идут. И дальше идут. И вот на этой веточке. И вот здесь вот уже завязались. В общем, лопатинские пока мне нравятся. Дальше у нас идет Белла. Белла начала окрашиваться. Вон, видите, там томатик. А вообще у нее такие в полоску томаты. Да с таким носиком. Затейливым. Прямо хорошенькие. И есть, конечно, томаты. В листьях их не видать путем. Потому что листья зеленые, они зеленые. Но томаты есть на обоих кустиках. Здесь у меня желтая ракета. Желтая ракета. Вот такие вот крупные тоже помидоры. Прямо крупные. Вот. Хорошие помидоры. Но я бы не сказала, что их сильно много. Ну, там есть еще наверху. Если они укропнятся и будут крупными, то это будет нормально. Я думаю, нормально. Дальше у нас идет последний сорт. Вам показываю. Фокусник. Это от Алифирова. Геннадия Витальевича. Казахстан. Кумбель, кстати, тоже. Их томаты казахстанские. И от Алифирова. Два кустика. Там они как-то поменьше в тенечке. Но помидоры есть. И там наверху есть. И здесь вот так вот они выглядят. Не очень много томатов. Не очень много. Еще вот цветут. Но я думаю, вырастут ли они уже. Время-то сколько. Ну, друзья, вот такие томаты у меня растут в рассаднике. Оставайтесь со мной на канале. С вами была я, Наталья. И мой канал. Делимся опытом взаимно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok